Окунуться в глубину русских традиций, почувствовать себя в гостях у бабушки, можно в селе Искра Солонешинского района. Там уже шесть лет стоит домик, музей народного быта. Его создала семья Мерлушкиных. Мария и Вячеслав переехали в село Солонешино в 2013 году, а в 2015-м основали музей. Мы увидели, ну, проблемное поле, что ли, да? Мы увидели, что здесь сохранилась традиционная культура, и это было для нас удивительным открытием, потому что в живом виде мы могли увидеть традицию. Фольклор, песни, сказания, бытовую традицию. Нас это настолько поразило и впечатлило, и глубина традиции в том числе. Но, с другой стороны, мы увидели, что всё это исчезает, потому что молодёжь не перенимает сейчас у стариков знания, не перенимают традиции. Дому 120 лет. В нём сохранились мебель, посуда, игрушки от прежней хозяйки – Агафьи Сидоровны Максимовой. Женщине больше 80 лет. Сейчас она живёт в городе. Каждый год мы находим новые экспонаты. Вот совсем недавно, разбирая старые постройки, нашли такую куклу на деревянной ложке. И спросив у бабушки, которая раньше здесь и жила, она сказала, да, точно, это мы делали куклу. То есть этой кукле около 60 лет. Сегодня музей в гостях у бабушки входит во многие сельские туры. Коллективы Солонишинского района ежегодно приезжают сюда на фестивали. Многие думают, многие ассоциируют сельский туризм. Это значит село, это какая-то бабушка, это отдых, туалет на улице, отдых и досуг – это подоить козу, погулять вокруг дома, сходить, погладить корову. На самом деле в селе, конечно, это можно найти, но не всем людям это нужно. Сельский туризм – это гораздо шире понятие. Это туризм на сельских территориях, который включает всё и образовательный туризм здесь может быть, и экологический туризм. Мария и Вячеслав планируют расширять музей, строить дополнительные площадки для отдыха. Супруги уже обустраивают тёплую закрытую беседку, чтобы проводить там чаепитие. Меньше чем через две недели семья Мерлушкины готова будет встречать гостей на новой кемпинговой площадке. А с 8 по 12 июля они проведут традиционное мероприятие с играми и мастер-классами «Алтайские узоры». Алина Пенигина, Николай Бойко. Новости.